Дорогие друзья, это программа Спорт Тайм, и мы продолжаем. А у нас в гостях президент Федерации Парат-Хекмандо Республики Дагестан Руслан Беарсланов и новоиспеченный чемпион России по Парат-Хекмандо Алиасхаб Рамазанов. Дорогие друзья, салам алейкум, вас приветствует. Привет, салам. Хочу поздравить, в первую очередь, вас, Руслан, потому что наша сборная заняла общекомандное первое место. Вас также с этим титлом чемпиона России. Дальше что? Чемпионат мира? Дальше уже чемпионат мира. 1-2 февраля уже в Турцию будет проходить чемпионат мира. И это очень основной чемпионат мира. Почему? Потому что 20-й год он олимпийский, а пара Тайм-Хекмандо уже первый раз будет представлять в Токио на Олимпиаде. И от того, как выступят уже ребята на чемпионат мира, как заработать рейтинг, могут уже продвигаться к рейтингу для участия на Олимпийских играх. Хочу напомнить нашим телезрителям, что Тайм-Хекмандо стал популярным с тем человеком, который зовут Сифлан Магомедов, заслуженный мастер спорта, который в Дагестане практически ввел в моду этот вид спорта. Как познакомился с этим спортом? Я познакомился с этим видом спорта в 2013 году. Я был студентом третьего курса. Мне вот так друзья сказали, что есть такая федерация, есть такой вид спорта. Я-то знал об этом виде спорта. Я в смысле о федерации не знал, что есть такая федерация, где с ограниченными возможностями. В 2013 году я как бы пришел в зал к одному тренеру, и он мне познакомился с нашим руководителем федерации. И вот с 2013 года, можно сказать, я узнал и начал тренироваться. Это первая медаль такая у вас? Нет. В 2017 году я становился чемпионом России, и в 2017 году я становился чемпионом мира и Европы. А как? Алиас Хаб у нас является действующим чемпионом мира и Европы. Судя по всему, у него есть все шансы, чтобы повторить этот успех. Не только повторить этот успех, но и добраться на Олимпийские игры. Да, Руслан? Нет, я хочу сказать, что не то, что шансы. Он сейчас является по олимпийским весовым категориям, единственный лидер. Он четверки мирового рейтинга, поэтому у нас большие на него ставки. Если он сейчас на чемпионом мира, дай бог же, даст результат, то я думаю, что еще 2-3 турнира, и можно автоматом попадать на Олимпиаду. Но для этого надо много работать, конечно, очень много. Ну, мы были на чемпионате России, видели, какая там конкуренция. И конкуренция также была и в весе Рамазана, в весе Алиасхаба. Это плюс 75 килограммов противостал ему также наш спортсмен. Наш спортсмен, да. Можно сказать, ну, ветеран, который выиграл много титулов в этом виде спорта. Атайм Зайнудин уже ветеран, он один из первых, который у нас в федерации, потому что НАТО федерация открыла в 2010 году. Считаю, что в мае месяце мы уже 9 лет будем праздновать этой федерации. И Атайм Зайнудин, он уже изначально очень опытный спортсмен. Он является также чемпионом мира, чемпионом Европы. И буквально на чемпионате Европы на прошлом Алиасхаб ему проиграл там на чемпионате. А здесь уже как бы компенсировали. Но неважно, два наших дагестанских спортсмена, это самое главное, что они оба приближены уже к мировому рейтингу для участия в Олимпиаде. То есть в предстоящем чемпионате мира также примут участие двое? Да, оба. Там же тоже могут встретиться? Да, могут. Ну, вообще то, что вид спорта стал олимпийским, этим, наверное, и обусловлено, что поединки проходили, такой самый большой накал был, накал страстей был, и нервы на пределе были у всех, и болельщики переживали. И зрителей было много, да, очень пришли по болезням. И зрители, и организация вообще самих состязаний была на хорошем, отличном уровне, можно сказать. Даже впервые я даже отметил коллеге, то, что в этом зале, когда проводят состязания, помоста обычно не было. Не бывает, да. Вот это все было организовано. Вы знаете, вот эта организация, которую мы сейчас провели, мы очень много постарались. Мы постарались сделать так, чтобы никого не беспокоить. Мы это все отработали самой федерацией Тэквондо. Одной командой. Чтобы не беспокоить другие федерации, не беспокоить руководство. Я сам, как являюсь руководителем отдела Министерства спорта по проведению спортивных массовых мероприятий, мы провели чемпионат Европы по вольной борьбе, знаете, как на высшем уровне. Поэтому опыт работы у нас был. И мы постарались также почти провести его и чемпионат России по паре Тэквондо. Была проделана очень большая работа. Мы встретили почетных гостей. Мы встретили везде аэропорты, вокзалы, гостиницы. Везде у нас были работы по направлению. Да, да, да. Даже вот почетные гости, которые мы приехали, мы за каждым почетным гостем закрепили машину и отвечали за этого человека. Что порадовало меня, у меня по окончании мероприятия, я разговаривал с президентом Федерации Союза на Куанду России, Тереховым Анатолием Константиновичем. Он сказал, Руслан говорит, вы так подняли планку проведения чемпионата России. Говорит, мы сомневаемся, что кто-то еще сможет вы так же провести. Потому что мы очень много отдали гостям. Я вам скажу, что ни один человек, который не приехал, который к нам бы приехал, спортсмен, тренер, родитель, они все получили подарки. Подарки получили даже почетные гости. Но и больше всего, что удивило наших гостей, мы возле зала поставили шатер, поставили туда чай, кофе, фрукты, что любой желающий, тренер, спортсмен, кто не был, могли спокойно прийти попить чай, кофе. И мало того, мы поставили там телевизор, где шел прямой эфир соревнований. Человек может прийти чай попить, пообщаться, смотреть прямой эфир. Насколько было сложно все это организовать? Ну, я вам хочу сказать, что по поводу опыта нашей работы, как бы я каждый день этим делом занимаюсь, для меня это было несложно. Первые проводят чемпионат такой? Ну, такой чемпионат в России вообще впервые в России даже провели. Поэтому они сказали, такую планку тоже вы подняли, очень тяжело. Я хочу вам больше сказать, что буквально на следующей неделе у нас будет проходить всероссийский турнир на призы Магомеда Ибрагимова, призера Олимпийских игр. Вот сегодня буквально прошел Министерство Оргкомитет. Понравилось всем, как мы обставили зал, и они хотят то же самое, так же поставить зал, чтобы там уже борцы порадовались. Уже борцы, да, борцы захотели так же. Алиаслаб, для республики первое комбатное место очень было важно, и наша команда, и вы помогли заработать этот кубок. Сама медаль, то, что вы выступали дома у нас в Махачкале. Насколько было это волнительно, в первую очередь, для вас? Конечно, это было очень волнительно, потому что она и дома проходит, и родные, и близкие. Я вот на своем опыте, у меня первый раз такой, что пришли мои родители, братья, родные, близкие. Не хотел как бы подвести их, подвести нашего руководителя федерации, наших тренеров. Было тяжело, но собрался с мыслями, да, что... Они ко мне приходили и говорят, Руслан Супольевич, ну зачем мы дома проводим, как мы будем выступать? Да, было такое тяжело. То есть ты при такой домашней оглушительной поддержке выступал впервые, да? Да, честно, было впервые, и для меня это было очень тяжело. Ну, вообще дагестанцы приносят львиную долю наград в копилку сборной России. Каковы позиции сборной России в мире? Ну, я вам скажу так, соревнования по паре Тэквондо, там очень много весовых категорий и очень много критерий травматизма. Но из всех этих критерий травматизма и весовых категорий всего три веса олимпийских. Если считать в общем по всем категориям и по весовым категориям, то сборная команда России, она лидирует. Она лидирует, но если считать по олимпийским весовым категориям, то мы находимся где-то в четверке, пятерке, двойке этого мирового рейтинга. Потому что очень сильная команда, приезжает команда Иран, очень сильная команда Азербайджана. Люди есть, потому что развитие пары Тэквондо пошло от того, чтобы сейчас на России не так много было народу приехало, но в мире там где-то человек 50-60-200. Очень большое развитие пошло с этим, как он поступил по олимпийскому программу, как включили. Руслан, хотел бы еще узнать, после игр в Рио-де-Жанейро наш дагестанец, выступающий за Азербайджан, Радик Исаев, получил золотую медаль олимпийских игр. Это и в истории Азербайджана первая, и в России тоже первая медаль. После этого популярность Тэквондо выросла? В России очень выросла популярность Тэквондо. Я вам хочу сказать, буквально вчера приехала сборная команды России с юношеских олимпийских игр, где они завоевали 4 золотые медали. О чем говорят? О том, что юноша уже поднимается, и у нас уже есть и чемпионы мира, и призеры мира. Буквально последние два года Тэквондо очень сильно поднялся в России. А в Дагестане? В Дагестане. После таких турниров ребята с ограниченными возможностями приходят записываться или как-то проявляют интерес? Вы знаете, мы проводим очень большую работу по привлечению лиц поражения опорно-двигательного аппарата. Я много выступал по телевидению, выступал по радио, писал в газетах, ходил лично сам по домам, уговаривал спортсмены, детей, для того, чтобы они приходили к нам тренироваться. Потому что многие родители говорили, ну он инвалид, и когда мы начинаем объяснять, когда приводим в зал, показываем, и потом огромное спасибо родителям говорят. И мне особенно было приятно, потому что все приходят, Руслана, спасибо. Вот так вот, даже вот его отец ко мне приходил, мы общались, был я у него в гостях дома. Но человек приделит, они начали ездить по миру, ездить на Россию. А вот раньше сидели дома, можно сказать, особенно девочки, понимаете, ребята-то понятно, а вот девчата были. Алиасхаб, вот твоя жизнь, как изменил спорт, как изменил твою жизнь? Честно, я в каком-то моменте не ожидал, что буду вот так выступать, да, серьезно. Я учился, и родители хотели, чтобы я отучился хорошо, чтобы работал, все такое. Ну, с детства я то в футбол любил играть, ну, там, ходил к ребятам на борьбу, там, склонен был всегда к спорту, и любил спорт. И вот в тринадцатом году, вот когда я пришел, вот будучи студентом, я ознакомился с этим видом спорта, да, что есть такие ребята, познакомился с ребятами, узнал у них все как что, и потом я уже свою, ну, учебу отложил на вторую планку. Я понял для себя, что я здесь себя вижу. Ну, я занимаюсь тем, чем я вот... То, что тебе нравится. Да, то, что мне нравится. И вот тренировался год, первый раз поехал, проиграл, второй раз поехал, проиграл. Были, да, мысли такие, что, может, это не мое, там, может, все-таки отучиться. И родители были, были такие разговоры, мол... Как удалось вот эти мысли победить? Ты проиграл на первом чемпионате Европы, если не ошибаюсь? Да, 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 проиграл. Вот, честно, вот, вот эта проигрыш на Европе толкнула меня на серьезные тренировки. Я увидел вот конкуренцию всех ребят, которые есть там. Я увидел, что это реальность, их выиграть, что можно, просто нужно трудиться и... Я скажу так, я этот момент очень хорошо помню, когда он проиграл на чемпионате Европы, был один такой момент, что он хотел бросить, не получал ни стипендию, ничего. И отец его отговаривал, иди, он закончил налоговую, по-моему, да, иди, работай, работай. Я ему говорю, Алясхаб, ты только начал, первый прорыв, это ерунда, мы еще два раза, но нужно выиграть там, где надо. И он, честно говоря, не послушал отца, послушал, вот мы с ним пообщались, и он сказал, я все равно стану чемпионом мира. И вот мы поработали год, и через год он сдержался, вот очень трудолюбивый человек, вы скажите, он иногда, вот тренировки закончишь, он еще продолжает тренироваться, иногда даже мы его сдерживаем, нельзя грузиться, слишком перегружайся. Я заметил, что тэквондисты, они более фанатичны, чем другие спортсмены к своему делу, не знаю, почему так. Я скажу, пара тэквондистов, скажем так, да. Но я вот не знаю, сколько у нас времени осталось, да, я хотел бы отметить моих ребят, других, если можно, конечно, да. Конечно, конечно. Вот на этом чемпионате России мы завоевали шесть золотых, три вторых и восемь третьих, у нас была очень многочисленная команда по всем весовым категориям, да. Я хотел бы поблагодарить, во-первых, всех тренеров, которые готовили сборную команды, это во время, у нас были, потому что перед чемпионатом России мы провели сборы в ЦОПе, там отработали, это Абдулов Джамал, отработал Беарсланов, Камал, Арслан отработал, и работал Абдулаев Далгат, это тренер, которые отработали. Но хочу сказать и про личных тренеров. Например, у Рамзана Асхаб, это вот, Беарслан, Арслан, тренер, у Маханов, Имам Хасей, тренер, Абдулаев Далгат, Магомед Тагир, пять сторон света, тренер Атаева Зайнудина, Акауа Тамерлана. потом и Абдулов Джамал, это те люди, которые готовили целый год этих спортсменов. Остались в тени, да. Благодаря им, конечно, что такое тренер? Тренер приходит на сборную, в основном-то люди готовятся целый день дома, а здесь уже немножко подправляют и как бы подводят чемпионат в России. И хотел бы еще, если можно, поблагодарить спонсоров, тех людей, которые помогли мне в этом данном мероприятии. Конечно, хочу сказать спасибо и президенту Федерации Тэквондо Дагестана, недавно выбранному этого Гаджиеву Абдулсаламу. Хочу огромное сказать фирмам Каспий, ЗМ, у нас есть сеть кафе, потом этим представителям магазина Спортлидер, которые приходили пока, давали подарки. И еще многим, может я кого-то не назову, но всем хочу сказать огромное спасибо за поддержку в этом чемпионате России. Как все эти спонсоры отникнулись, пришли к вам, как им удалось с ними связаться? Вот это очень большое, тяжелое дело, откровенно говорю, ходил, просил, объяснял, кто-то сразу, да, многие друзья ко мне пришли, сами узнали, что проводят такое мероприятие, пришли, Руслан, что там надо сделать? Вот это от меня. Другой приходит, вот это от меня. Приходили, даже есть наш друг, у него есть своя гостиница, он сказал, Руслан, вот это гостиница, полностью в твоем распоряжении, она сейчас пустая, полностью может заселять людей, ни копейки, деньги не надо, и накормлю, и напою. Понимаете, да? В принципе, чемпионат России по паратрикмонту прошел такой очень-очень домашний, все приняли участие в нем. Ну, вообще, вы говорили о стипендиях, то, что он какое-то определенное время не получал стипендии, а сейчас наши спортсмены, лидеры, например, так как вид спорта является паралимпийским, наши спортсмены как-то получают какую-то финансовую покупку. Я вам скажу так, когда он был не олимпийский, мы проводили очень большую работу, и вот я благодарю Магомеда Юсуповича, министра спорта нашего, который поддержал меня и все пять лет меня поддерживает, даже он был не олимпийский, он давал моим ребятам стипендию. Сейчас, когда уже ребята стали победителем, призеры мира, Европы, Европы, уже это по положению Минспорта мы даем стипендию, хорошая подпитка делается. Руслан, мы вам желаем, чтобы ваши спортсмены, паратрикландисты, федерация самопроцветала, спортсмены побеждали. Алясаб, тебе желаем победить на чемпионате мира, пройти сборы и принести золотую олимпийскую медаль к нам на родину, Дагестан. Вам большое спасибо, что нас посетили, поговорили, рассказали. Мы очень рады, что пошел такой чемпионат в нашем городе Махачкале. Большое всем спасибо. Уважаемые зрители, мы прервемся буквально целую неделю. Оставайтесь на нашем телеканале, есть много еще интересных передач. А повтор нашего эфира можно посмотреть на странице в Ютубе. Не переключайтесь. До скорой встречи. Спасибо.